Приветствую вас зрители, гости, подписчики ютуб канала Русский Тяжеловоз Спасибо за поздравления Большое спасибо вам Канал достиг 100 тысяч подписчиков Немножко расскажу как все начиналось Вполне случайно я вообще ничего в этом не понимал Закинул ролик 4 года назад Когда купил И привез 10 кобылок И видеоролик так вроде бы и называется Вот наши новенькие кобылки Видеоролик набрал очень много просмотров Я этому не придал значения И вообще ничего Даже вообще не понимал Что это такое Прошло буквально наверное Месяца 3 Как я добавил следующий видеоролик Он тоже набрал много просмотров Потом еще И потом я увидел обратную связь Комментарии И комментарии были такие очень хорошие И Были вопросы На которые я делал видеоролики И пытался в этих видео Ответить на ваши вопросы И сразу пришла такая мысль Что это может быть полезно И другим Кони владельцем И как бы сразу отвечу на несколько вопросов В этом видео Я не профессиональный ветврач Все видео которые связаны с ветеринарией Это просто как практика Практика Жизненный опыт Такой Уже который Основывается Вот Как есть Все как есть Так и показываю Рассказываю Конечно Бывают и ошибки О которых тоже В этом видео есть На канале Около 500 Не знаю 550 Может даже Около 600 Видеороликов В свободном доступе Конечно Некоторые из них Бывают Просто Такого характера Ну Которые не связаны Ни с ветеринарией Ни с Просто С нашей повседневной Такой работой Вот Еще на несколько вопросов Отвечу Может быть Это очень сильно Кого-то интересует Прям Очень часто Эти вопросы встречались На протяжении всех Четырех лет Чьи на самом деле Вот эти все лошади Это все лошади Мои Лошади Моей семьи Моего отца Потому что Сказать Что они только мои Это тоже неправильно Потому что Родители мои Всегда рядом Они Всегда поддерживают Все вот это Наше Действие И сам Ютуб Тоже поддерживает Кстати Именно для моего отца Было очень важно Набрать На канале 100 тысяч Подписчиков Для меня Как бы это было Ну когда-то же Это все равно Свершится Когда-то к этому придет Спасибо за то Что остаетесь С нами На канале Смотрите Блог о лошадях Переживайте За все наши Такие Моменты О том Например Как болеет Жеребец Баланс Кстати Он уже выздоравливает Сегодня бегает Уже не хромает И с табуна Его не стал убирать Что он нарушает Эти все Принципы Табунные Взаимоотношения Ходит в сторонке Но Он уже бодр И даже бегает Голопом Так как Некоторые зрители Даже мне Пишут В личку На ватсапе И Говорят Что прям вот Там Чуть ли спать Не могу Говорит Переживая Что же там С балансом Да На самом деле Это все Табунное Коневодство И вообще Любое Занятие В сфере Сельского Хозяйства Да и не только Но зачастую Вызывает Различные Переживания Вот И Без этого Никак Еще есть Такие слова Кто ничего Не делает Тот Ни в чем Не ошибается Вот Так что Такой момент Я как бы Стараюсь Никогда Не браться За то Чтобы Призывать К чему Либо Потому что Вообще Само по себе Призывать Кого-то К чему-то Нельзя Вот Но Но еще В силу Своего Я считаю Что Молодой Возраст У меня И поэтому Как-то Это будет Не совсем Правильно Но Так как Есть на канале Люди Которые Более Молоши У меня Возраста И перед Которыми Только Начинается Какой-то Вообще Путь Ну Например Я вот Проехал Допустим Большую Большую Территорию Там Проехал И Очень Мало Видел Где Есть Табуны Отары Овец И В принципе Есть Пастбище Есть Территории Есть Маленькие Сельские Населенные Пункты Которые Наполовину Пустые Или там Наполовину Или вообще Пустые И даже Есть кое-какая Инфраструктура Которая Нужна Для начального Толчка Занимайтесь Разводите Животных Это Благое Дело Это Такой Ну Конечно Это Очень Тяжелый Путь Не Совсем Он Прям Такой Но Если Это Нравится Если Это По Душе Оно Все Равно Будет Приносить И Прибыль И В общем Конечно Бывают Такие Моменты Когда Может Прийти Уныние Но Не надо Унывать Никогда Не надо Унывать Надо Всегда Только Стремиться К Результату Или К намеченной Цели Правильно Сказать Так что Еще раз Спасибо За то Что Вы Остаетесь С нами На канале Желаю Всем Удачи Не Унывать Вообще В принципе Это Применимо Не только К сфере Сельского Хозяйства А вообще К абсолютно Всем Нашим Занятиям Кто бы Чем не Занимался Там На Производстве Человек Работает Тоже Бывают Всякие Там Трудности Сложности Нужно Совершенствовать Своё Мастерство Пытаться Во всем Разобраться В различных Абсолютных Деталях И Этому всему Помогает Интернет В наше время Это очень Большое Дело Можно Зайти Спросить У гугла Гугл Скажет Там Предоставит Вам множество Ответов На которые Из которых Можно будет Поучиться И Даже если Чего-то не будет То можно Уже самому Исходя из этих Знаний Там Дойти Как например Вот у нас был Вот этот случай С клещом Всё мы это Берём из интернета Читаем Изучаем Анализируем Там И прочее И вот В последнее время Что у нас уже И получилось Это всё Спасти Например Шеребца Баланса Это большое дело Вот Ну всё Наверное Достаточно Большое спасибо Ещё раз За то Что остаётесь С нами Смотрите Другие Видеоролики Все они Находятся В свободном Доступе Всем удачи Всем пока Приветствую Зрители Гости Подписчики Ютуб канал Русский Тяжеловоз Ожеребилась Кобыла Злата Три года Кобыли Вторым Жеребёнком Первый раз Она Ожеребилась Два года Кобылка Миланка Это конечно Очень рано Но такое бывает И это Нежелательно Так как Сказывается На рост Кобылы Ну Табуном Коневодстве Такое бывает Да Жеребёнок У нас Сразу В первый же день Идёт На выпас Вместе Со всем Табуном С кобылой И Это обычно Так Мы не держим Их дома За всё время Наверное Ни разу Такого не было Он лучше И быстрее Крепнет В поле Всё Ласточки Начались Трудовые Будни Сегодня Первый день Её заседлал Примерно Около Двадцати Дней После того Как она Ожеребилась Она уже Покрыта Седло Где-то ходит Впереди Пешком Кобыла Америка Предложили В комментариях Переименовать Её Дать ей Другую Кличку Так как Она В возрасте Вот ей Пять лет Уже Получается И она Ещё Даже Наверное Шесть лет И жеребят У неё Всё Никак Нет То есть Она Какая-то Невезучая В этом Плане И чтобы Ей теперь Везло Надо ей Другое Имя Дать Ну Была Америка Будет Теперь Азия Америка Продолжение следует...